Сегодня военный комиссар Брестской области Олег Коновалов дал большое интервью представителям средств массовой информации, подчеркнув, что у жителей Бреста и региона нет поводов для беспокойства в связи со складывающейся политической и военной ситуацией. Сегодня вокруг Республики Беларусь сложилась достаточно сложная и напряженная обстановка, но хочу всех заверить, что поводов для беспокойства на сегодняшний день нет. И то, что происходит сегодня на Украине, та специальная военная операция, проводимая Российской Федерацией, и то наращивание группировки войск, которая сегодня проходит на территории стран НАТО, мы все отслеживаем, мы знаем каждый шаг. И поверьте, что руководство страны, руководство вооруженных сил, да и в целом силового блока делает все для того, чтобы на нашей земле был мир и для того, чтобы наши люди не были задействованы в военных действиях. Полковник Коновалов акцентировал, что в Беларуси по распоряжению главы государства началась проверка вооруженных сил под руководством государственного секретаря Совета безопасности, в том числе и воинских частей Брестского гарнизона. Так, 11 октября ряд подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады были подняты по боевой тревоге. На сегодняшний день они уже выполнили ту задачу, которая перед ними стояла, и возвращаются в пункты постоянной дислокации, где дальше продолжат заниматься повседневной жизнедеятельностью. Актуален и вопрос о мобилизации в Беларуси. Ее нет. Мобилизация в Беларуси не нужна. А вот держать порох сухим необходимо. Хочу заверить, что в ближайшей перспективе никаких мероприятий мобилизации не предвидится. И об этом уже неоднократно говорил глава государства и министр обороны Республики Беларусь. Военные комиссариаты работают в плановом режиме. На сегодняшний день у нас идет активная призывная кампания. Да, сегодня находится на различных сборах порядка 50, наверное, военнообязанных, которые проходят подготовку по ВУЗ, ну и в том числе на обслуживание техники задействовано, так как сегодня в вооруженных силах идет перевод техники на зимний режим эксплуатации. Опять же, в рамках выполнения задач, которые поставил глава государства на крайнем совещании, с 12 октября по 12 ноября военные комиссариаты проводят сверку учетных данных с местными распорядительными исполнительными органами и предприятиями. Поэтому тоже волноваться здесь абсолютно нечего. Это плановая работа, которая ведется в течение года. Как говорится, порох нужно держать сухим. Если для солдата порох это патроны, снаряды, гранаты, то для работников военных комиссариатов порох это наши учетные данные. Поэтому вот этой работой сегодня военные комиссариаты активно и занимаются. Еще раз в завершение хочу сказать, что поводов для беспокойства абсолютно никаких нет. Продолжение следует...